Практическая психология Жаловаться, например, на поведение детей На какие-то не очень хорошие результаты Уже в учебе И родители, конечно же, будут задавать вопросы себе Опять-таки педагогу Мы часто слышим от педагогов Что сводите к психологу вашего ребенка И вот они привели такого ребенка У которого какие-то поведенческие моменты Школьная неуспеваемость Психолог просто посмотрел на них И сказал, ну да, было бы неплохо режим дня Еще что-то, еще что-то Но и надо было бы вовремя воспитывать И часто звучит такое Что вообще с этими проблемами Лучше обратиться к нейропсихологу Чем отличаетесь вы просто от психолога? Ну, конечно же, наши школьные психологи Они большие молодцы и умнички Они вовремя видят какие-то недостатки развития у детей И вовремя отправляются к специалистам Другое дело, ведут ли родители к специалистам своих детей Психология и нейропсихология Это смежные науки Ученики, которые в принципе Очень похожи, но есть особенности Да, они очень похожи, но есть некие особенности Конечно же, когда мы видим ученика Который вроде бы как готов к школьному обучению У него очень хорошо сформировано внимание У него очень хорошо сформирована память Мышление Мы это можем увидеть на консультации Мы, вернее, можем Мы можем это наблюдать во время консультации Во время диагностики такого ребёнка И во время консультации с родителями То есть родители говорят У нас в детском садике проблем не было То есть он занимал первые места в каких-то олимпиадах Но придя в школу, у нас появилась какая-то неуспешность Учитель жалуется на то, что он очень быстро отвлекается Он становится невнимателен Память у него ухудшилась Стихи запоминаем с трудом Ну и вот что же нам делать Чем же нам можно помочь Конечно же, психологи, исследуя память, внимание, мышление В отличие от нейропсихологии Не могут выяснить, не могут установить Конкретно первопричину этого нарушения Как раз вот большое отличие от психологии От психологии заключается в том, что Нейропсихолог находит с помощью Диагностического инструментария Первопричину нарушения То есть что является причиной того, что ребенок Вроде бы психически и физически сформированный Тем не менее перестает выдавать тот результат Который требует от него система, например Конечно, да, совершенно верно И поэтому нейропсихология помогает таким родителям Найти эту первопричину И, конечно же, скорректировать курс занятий С помощью которого происходит развитие Развитие тех процессов, которые по этой причине Были не сформированы То есть, в принципе, значит, нейропсихолог Он очень хорошо знает строение головного мозга Он понимает четко, в какой области у нас Если, например, он видит, что у ребенка Там, например, плохой почерк Или неправильно держит ручку Отчего? Отчего? Почему это происходит? Да, конечно, конечно Или почему он стал вдруг невнимателен Хотя был очень внимателен Почему он вдруг стал невнимателен? И, конечно, на эти вопросы все отвечают Такая наука, как нейропсихология Она достаточно молодая И основоположником ее является Александра Манчелурия И она говорит о том, что мозг ребенка Не всегда развивается в нужном В темпе? Развивается Так, нет, неправильно сказала Нейропсихология говорит о том Что есть некие отделы в головном мозге Которые формируются Гетерохронно То есть они развиваются неравномерно И на каком-то этапе Именно необходимый нам процесс Или отдел головного мозга Недосформирован И поэтому мы видим уже Симптоматику нарушений Например, такую, как невнимательность Или плохой почерк Или отвлекаемость Или неумение переключиться С одного вида деятельности На другой вид деятельности Да, нейропсихология очень много Очень хорошо в этом плане помогает Ну, недаром же говорят Если можно тренировать руки и ноги То, значит, можно тренировать мозг, да? Да, конечно Специальный комплекс упражнений Которые формируют Те базовые процессы в головном мозге Которые по каким-то причинам Были не сформированы Конечно, это только нейрокоррекция Хорошо То есть все равно Если мы видим ребенка У него есть какие-то такие моменты Над которыми, как говорят педагоги Надо было бы поработать, да? И родители понимают Что действительно мы можем помочь сейчас Этому ребенку И они доходят до специалиста Который имеет представление Что такое нейропсихология И знает, что такое нейрокоррекция То тогда что сначала? Первая ступенька, которую мы делаем Сначала диагностика Первое, на первое, конечно же Родителям нужно действительно осознать Что ребенку необходима помощь Ребенку тяжелее в 10 раз Нежели родителям или педагогам Потому что часто же бывает так На консультацию приведут ребенка И говорят Ну как будто он злит Как будто бы он специально это делает Сделайте что-нибудь Да, да И тут наша с вами задача Как специалистов Развернуть наоборот В сторону родителей В сторону ребенка Что он и сам-то от этого страдает Да, ребенок очень страдает Потому что даже если возьмем Психологический фактор То ни одного ребенка Я такого не знаю За всю свою историю практики Который не хотел бы Обрадовать родителей Хорошими оценками Хорошим победением Конечно Чтобы учителя на него Не жаловались А наоборот говорили Что он умничка и молодец Это первый фактор Который может повлиять Как раз на внимание На усидчивость На отвлекаемость Да И конечно же Если родители осознают Что их ребенок действительно Может учиться Но что-то его отвлекает Тогда конечно нужно Более детально проводить диагностику Которую как раз проводят Нейропсихологи Хорошо Итак, диагностика Это не какой-то там Набор страшных инструментов Это определенные тесты Которые вместе со специалистом Ребенок выполняет Да? Под наблюдением Да, это не инструментальный метод исследования Это диагностический метод Да, действительно Может быть он продолжительный Но дети обычно не устают от него Никакой опасности Или вмешательства извне Мы не проводим После этой диагностики Специалист уже говорит Так, я думаю Что вот эту задачу Мы можем решить Вот с помощью того Да, конечно Появляется какой-то план действия Да, появляется план действий Ну, конечно же Про диагностику так просто не скажешь Потому что нейропсихологическая диагностика Она выявляет Первичные, вторичные, третичные Симптомокомплексы И, конечно же Дойти до первичных нарушений Бывает достаточно сложно Но если Грамотный нейропсихолог Находит первопричину Тогда эта причина Решается действительно Как вы и говорите С помощью определенного Плана действий Очень быстро и легко Ну, опять же Быстро Не надо, да, торопиться Нет Но опять же Да, один есть момент Один в поле не воин То есть один нейропсихолог Один психолог Один врач Один педагог Он, конечно же С этой причиной не справится Должно быть комплексное Сотрудничество То есть понимание того Что ребенку нужна помощь И нейропсихолога И педагога И родителей Да, потому что Вот эта поддержка Которую Могут оказывать родители Да Она очень тоже важна Для ребенка Вообще любого возраста Конечно Конечно Очень важно Итак Диагностику прошли Есть план действий И дальше Какие принципы Мы должны соблюдать Чтобы действительно Был результат Ну, прежде всего Мы должны понимать Что нейропсихологическая коррекция Это не обучение А это формирование Это формирование И развитие тех отделов Головного мозга Которые не сформировались Как я уже говорила По некоторым причинам Вот Поэтому мы это должны Очень-очень усвоить себе Что мы не строим дом Мы заливаем фундамент Чтобы этот дом Очень крепко стоял То есть Чтобы было внимание Нам необходимо Прежде всего Сделать так Чтобы сил на внимание Сил мозга Скажем так Энергии мозга Хватило на то Чтобы ребенок был В течение определенного времени Произвольно внимателен То есть для этого Мы не будем делать упражнения На внимание Ни в коем разе Мы будем делать наоборот Ни в коем разе Это большая ошибка Это очень большая ошибка Если мы будем делать упражнения На внимание Мы загоним ребенка Еще неизвестно куда И получим еще более худший вариант Да Чем был Следовательно На что же нейропсихология Будет опираться? Мы опираемся на Ну во-первых На развитие И на формирование Мы опираемся на индивидуальное развитие головного мозга То есть мы обязательно смотрим С чего необходимо начать Чтобы в дальнейшем нарастить Ну будем так скажем Те Отделы Не отделы даже Те проводящие связи Проводящие связи Которые дадут возможность Сформироваться тем отделам головного мозга Которые необходимы Или нейропсихологии С помощью коррекции нейропсихологической Можно найти компенсирующие моменты То есть какой участок головного мозга Может ли взять на себя Поврежденный отдел головного мозга То есть мы получается нагружаем не слабое звено А смотрим, что у нас сохранно Что лучше всего работает И благодаря этому усиливаем то слабое звено, которое было Конечно, со слабым звеном работать нельзя Мы начинаем с сильных звеньев Опираясь на слабые звенья И тогда, конечно же, у ребенка идет результат Кроме того, нейропсихологическая коррекция В принципе, не подразумевает работать в рабочих тетрадках Все идет с помощью игровых методик Дыхательных упражнений Об этом мы все поговорим обязательно Но первое, что мне бы хотелось сказать Очень часто говорят Когда видят, например, все эти упражнения Которые делает нейропсихолог Говорят, ой, ну да это же УФП Да это же дыхательные гимнастики Да это же все игры Разве это может быть серьезно? Вы же назвались нейропсихологией Почему-то понимание, что надо обязательно усадить ребенка Чтобы он обязательно должен быть приближен К тем учебным условиям В которых он и так-то не успешен Но дело в том, что головной мозг у нас В принципе, по законам головного мозга По законам развития головного мозга Он развивается с помощью двигательной коррекции И метод, который используют нейропсихологи Называется методом замещающего антогенеза То есть тот период, когда ребенок только рождается Период новорожденности Период грудного возраста и так далее Вот в эти моменты иногда бывает Что мозг пропускает какую-то фазу развития Далеко немножко отхожу, конечно Кроме того, очень часто родители говорят Что мой ребенок гениален В том плане, что он не ползал даже на коленках Он сразу побежал Он не гулил нисколечко Никак по слогам не говорил А сразу же заговорил предложениями Ну и много еще чего, когда родители нахваливают своих детей Не понимая, что пропускают Что их дети, наоборот, очень нуждаются в том Чтобы их вернули в тот момент развития Когда необходимо было ползать Когда необходимо было гулить Когда необходимо было говорить по слогам Потому что если ребенок какую-то фазу в антогенезе На первом году жизни не прошел Остается, будем так говорить, некий пунктик Который не даст дальнейшего развития Выше лежащим отделам головного мозга Если, например, то некоторое время назад Примерно лет 15 назад Пошли очень большой бум Был по поводу открытия школ развития Где детей с 3-х, с 2-х лет Начинали учить информатики Английскому языку Буквам, считать Некоторых уже 5-6 лет Начинали Усаживать за столы Чтобы они там сидели по 30-40 минут Это же так здорово Когда ребенок в 5 лет знает Как по-английски будет кошечка Как по-английски будет собачка И что же мы получаем в итоге В итоге мы получаем детей Которые неуспешны в дальнейшем в обучении Почему? Потому что те отделы Которые должны развиваться в этот момент Например, воображение Например, общение и рассказы о чем-либо Об окружающем мире Который накапливает богатый опыт Жизненный опыт Дети Они упускают этот момент И потом появляются Нарушения Связанные с выражением своих мыслей Неумение сопоставлять логические задачки Ну и в общении у таких детей Тоже бывают большие проблемы То есть всему свое время И если вдруг выпадает такое звено То этого пугаться не надо Мы наоборот говорим Что все в силах изменить Да, чтобы вернуться Вот что же такое нейропсихологическая коррекция Да, почему так далеко сделал отступление Конечно же, вот мы когда занимаемся методом Замещающего антогенеза Искусственно выполняем все те упражнения Которые ребенок выполнял Выполняем все те упражнения Которые необходимо было выполнить ребенку На первом году жизни Если он не пропал, не ползал Значит, мы будем ползать Чтобы восстановить тот участок головного мозга Или скомпенсировать этот участок головного мозга Чтобы дальнейшие связи Дали возможность Получить результат Получить, прежде всего, результат Для своего ребенка Ребенку Когда мой сын младший Пошел на занятия по нейропсихологии Я его спрашивала Ну как, Матвей, тебе было сложно? Он такой Нет, мама, мне так понравилось Потому что вот это все Ползать, играть, дышать Мы, в принципе, не так часто С детьми этим занимаемся Я наблюдаю за тем Что это очень похоже Еще и на упражнения по кинезиологии Да? Да, конечно Похоже Вообще нейропсихология взяла в себя все самое лучшее От восточных каких-то практик Например, дыхательная гимнастика Для чего нужна дыхательная гимнастика в нейропсихологии? Ну, чтобы рассказать более понятно и доступно Для чего же нужны вот эти все упражнения Мы должны немножко коснуться, наверное, головного мозга Александр Романович Лурия условно разделил мозг на три блока Первый, второй, третий Первый блок у нас энергетический Он самый глубинный у нас Это тот отдел головного мозга Который дает возможность работать и второму, и третьему блоку мозга То есть это такая своего рода нейродинамика, да? Да Это работоспособность, да Нейродинамический симптом Который дает возможность Накоплению Большого количества информации В свою голову Большое количество информации В него входят, как я сказала, уже глубинные процессы Вот И второй блок мозга Это у нас кора В которой ходят такие отделы головного мозга, как височный отдел, затылочный, теменной Кто не контролирует Он отвечает за прием и переработку поступающей извне информации И лоб Это третий блок головного мозга, который у нас отвечает за контроль и программирование своей деятельности За свои деятельности Вот И если мы вернемся к вопросу, да, для чего То надо тогда сказать по иерархии, какие же чаще всего бывают нарушения Какой блок отдела страдает чаще всего Прежде всего, в 90% случаях страдает первый блок головного мозга Который формируется еще внутриутробно Внутриутробно Да, который формируется внутриутробно На втором месте стоит третий отдел головного мозга Это лобные отделы головного мозга И вот тут мы видим как раз все, да? Да, и вот тут мы видим Причин гиперактивности тоже много Надо правильно диагностицировать эту гиперактивность Но если истинная гиперактивность, то это вот отсюда Это лоб, префронтальный его отдел То есть какие функции тут страдают? Функция самоконтроля, программирования, да? Да, тут смотрите В зависимости тоже от того, какой участок лобных отдела страдает Если мы говорим о гиперактивности, да То да, то это страдает префронтальная кора Которая не дает возможность ребенку выполнить то, что просит учитель Но не может он сосредоточиться Не может он просидеть столько времени, сколько ему необходимо Он начинает качаться на стуле Начинает других отвлекать В общем, контроль у него отсутствует Если же страдает премоторная кора То тогда мы видим нарушение произвольных действий Это может быть связано, ну условно тоже, все условно Может быть связано с мелкой моторикой С умением распределять местоположение ручки на письме Ну вот, как бы, да, взять правильно и удержать какой-то предмет Тоже произвольно хочу повторить, да Вот И на третьем месте у нас это второй блок мозга Пункт приема и переработки информации Это наша память, это наше внимание, это наше мышление Так вот, как я уже сказала, на первом месте стоит первый блок мозга Который формируется с помощью метода замещающего антогенеза С помощью правильно подобранных медикаментозного лечения И с помощью правильно организованных дыхательных упражнений Потому что первый блок страдает тогда, когда кислорода, ну тоже условно Не хватает головного мозга Поэтому восполнить пробел необходимо детям Только с помощью вот дыхательных упражнений Раньше, еще в мое детство, у нас всегда были на уроках физкульт-минутки Которые как раз развивали вот этот вот блок мозга С помощью дыхания и пальчиковых игр и все такое прочее Действительно, в нейропсихологии используются и дыхательные методики Прямо, да, и вот про пальчиковые игры, про которые вы говорите Это даже ребяткам, дошкольникам, да, показано Да это всем Мы же с рождения говорим сорока, белобука, так далее, кашковые Дальше, что очень важно делать таким детям, да, у которых, вот, с которыми занимается нейропсихолог Ну, в зависимости, да, от очага поражения, что все-таки недосформировано получается, да, или где у нас есть момент упущения в развитии, да Ну, то есть все равно какие-то игры, да, вы не усаживаете ребенка за стол, а вы предлагаете ему поиграть Да, метод замещающего антогенеза предполагает всю двигательную коррекцию, которая с помощью движений формирует отделы головного мозга, которые не сформировались Примерно это занятие проходит в течение сорока минут, да, ребенку это чаще всего нравится, любого возраста, как я заметила Тоже не всегда, иногда занятия идут час, только двигательно, после нее другая идет коррекция, да, двигательно чаще всего занимает все-таки час, вот, час десять Ну, я говорю в зависимости от ребенка, кто-то час десять, кто-то сорок действительно минут, да Но опять же, тут ведь тоже нам не надо, чтобы ребенок это делал быстро, поэтому тот ребенок, который это делает за сорок минут, мы стараемся его остановить, чтобы он правильно умел контролировать то, что он делает То есть в итоге с помощью вот таких упражнений можно развить у ребенка-школьника и дошкольника, да, функции, например, этого же контроля, программирования, да, это все реально Да, с помощью функции, ну да, с помощью вот этой вот методики практически, ну я говорю один в поле не воин, практически у всех детей восстанавливается функция контроля, функция, как вы сказали, программирования, да, ребенок становится на уроках более внимателен, перестает отвлекаться, перестает качаться на стуле, перестает отвлекать других Более внимательно слушает учителя, быстрее начинает действовать на тетради, да, при письме, быстрее проходит мыслительная операция, потому что раздражающий фактор у нас сформировался То есть тот отдел головного мозга, который не давал возможности хорошо учиться, он у нас претерпел изменения в лучшую сторону Да, потому что на самом-то деле ребенок умный, просто вот этот вот умный, хороший, быстровоспринимающий, но так как был очаг поражения, который не давал ему этой возможности, то он выдавал вот нам вот такие симптомы И даже в виде поведенческих каких-то реакций, да? То есть мы видим, что с помощью нейропсихологических упражнений мы можем получить уже совсем, ну, как будто я бы сказала, качественно другую личность, да? Ну, личности, наверное, рановато Потому что она еще формируется Но качественные изменения, да, качественные изменения мы видим уже, наверное, после седьмого, восьмого занятия Вообще надо заметить, что лучше всего, чтобы эти занятия были там более даже двадцати, да, упражнений, то есть нельзя сделать, нет волшебных палочек, да, которые так взмахнешь, и у тебя еще после трех занятий уже, да, какие-то будут результаты То есть это такой труд систематический, регулярный, да, причем было бы неплохо, чтобы поддержку, я еще раз, да, хочу на это сделать акцент, оказывали родители Большой акцент, да То есть при возможности вы разрешаете родителям присутствовать, да, и видеть все это? Я всегда в присутствии родителей Ну, по крайней мере, я работаю в присутствии работе родителей, потому что с помощью общения между мной и ребенком, да, какой бы диалог мы ни строили Родитель видит, как необходимо сделать так, чтобы ребенок вас услышал и увидел Потому что стереотипное поведение и стереотипное воспитание детей, да, не каждый родитель может это сломить у себя Или не каждый может увидеть, что он делает что-то неправильно Когда он видит диалог между нейропсихологом и ребенком, да, он выстраивает уже новую линию поведения с ним И тогда результат еще лучше Еще бывает лучше результат Вот смотрите Волшебники — это родители Да, мы лишь только помощники, да? Да, мы можем только помочь Вот иногда родители спрашивают Ну, почему? Вот раньше же мы как-то ведь жили, да, учились, и все было нормально, и никто с нами не занимался И по психологам и по нейропсихологам нас никуда не водили Ну, да, там, да Почему это происходит? Я всегда говорю, вот знаете, раньше, например, семимесячного ребенка, который там, да, появился на свет Его не могли реанимировать, да, и в итоге у нас получается, например, сейчас очень много детей, которые, ну, по природе своей должны были бы даже не выжить Естественный отбор, да А он выжил, и теперь, слава богу, что это случилось, да, но теперь ему нужен особый подход ко всему происходящему в его жизни Ну, конечно, это одна из причин, конечно же, что у нас, ну, наверное, слава богу, да, что у нас спасают детей, спасают детей всех Но надо знать таким родителям, что помощь будет неоценимая вот на протяжении вплоть до 15, наверное, лет То есть такие родители должны понимать, что если у ребенка есть голова, две руки и две ноги, это не значит, что он будет умничка и молодец, и у него будет все получаться То есть таким родителям, конечно, нужно следить очень ответственно за каждым шагом своего ребенка, да, и помогать всем, чем можно Не только нейропсихолог, да, не только психолог, не только, там, педагог, да, но тот еще и специализированный помощь, и невролог, и психотерапевт Конечно, это очень большая работа родителей, и они не должны опускать руки, они должны все время заниматься, быть в движении, постоянно всему сами еще учиться Хорошо, а вот вы сейчас сказали до 15 лет, то есть вот этот комплекс упражнений, там, да, по нейропсихологии, он уже не работает, если у ребенка такие же, там, например, неуспешность в школе, там, поведенческие какие-то моменты Он уже не будет работать в такой должной мере, например, если это ребенку, там, 16, 17, 18 лет Ну, вы знаете, нет, мозг работает, мозг у нас очень благодарный орган, который пойдет на любую вашу прихоть, лишь бы вы работали, да, лишь бы вы работали с ним До 12 лет мозг пластичен, по своей практике, я бы так сказала, до 11, вот до 11 лет с ними можно управиться, вот, по крайней мере, дать толчок в развитии головного мозга легче Скажем так, он более доступный, он более пластичный, он более мягкий И мы быстрее видим результат Да, и мы быстрее видим действительно результат После 12 лет идет туже, идет медленнее развитие А потом ведь еще, знаете, подростковый возраст, мы не будем забывать, да Не каждый подросток, да, будет ползать и выполнять какие-то вот такие виды упражнений, каждый идет Но я знаю случаи, когда дети, выполняющие 15, 16, 18, в 25 лет эти упражнения, то у них восстанавливались или компенсировались те функции, которые, ну, по какой-то причине уже получили недоразвитие У меня, я могу сказать, что занимаюсь этим уже больше 10 лет После, наверное, которое времени сейчас уже не помню, наверное, все проползаю вместе с детками И я начала легко, свободно писать левой рукой То есть у меня нет сложности в этом, хотя никогда в жизни не писала левой рукой Получается, что да, вы и правый, и левый, да? Да, то есть... Есть результаты на себе даже, да, проверю Да, потому что все вместе с ними проползаешь, все испробуешь, как лучше, как необходимо сделать Ну и хочется, чтобы у наших слушателей программы практической психологии сложилось впечатление, что нейропсихология, она не только работает с детьми, да? Ведь, в принципе, эта наука, она работает и со взрослыми людьми, например, после каких-то уже патологических изменений, да? И очень необходимо работать с людьми, которые получили различные травмы, черепно-мозговые травмы, инсульты, да, различные теологии Конечно, она восстанавливает и тоже достаточно, даже, ну, тоже мозг очень благодарный Почему хочу сказать, если у детей, когда мы с детьми начинаем заниматься, то мы формируем те функции в головном мозге, которые были не сформированы То у взрослых мы опираемся уже на более, на приобретенный ими опыт, то есть они уже знали, что это было, и они быстрее восстанавливаются Головной мозг помнит предыдущие, ну, в зависимости, да, что там, как он ходил, как он двигался, поэтому мы можем быстрее восстановить это все, недостаток То есть дефект, который возник, да, мы можем помочь с ним справиться, да? Да, мы можем помочь с ним справиться намного быстрее Спасибо большое, сегодня у нас в программе практическая психология нейропсихолог Ольга Скрябина И мы узнали, что такое нейропсихология и как можно с помощью этой науки помочь нашим детям быть более успешными, более жизнерадостными и более активными Спасибо вам большое, Оля Спасибо вам Спасибо вам